кооператив почему практически забыли про то как он должен выглядеть нет я не про отдельные совместные режимы которые добавляют лишь ради того чтобы добавить а про полноценные проекты неужели тренд на это прошел как на стратегии или на замедление времени на игры где взаимодействие друг с другом действительно было необходимо а не где просто второй чувак бегал рядом с тобой Gears of War, Left 4 Dead, Resident Evil 5, Portal 2, Splinter Cell и так далее это я уж молчу про большое количество средненьких совместных игр вроде Army of 2 или Dead Island сейчас же видимо тенденции сменились и встретить игру которая по-настоящему требовала бы совместной работы для прохождения крайне сложно из последнего действительно плотного коопа на ум приходит разве что Resident Evil Revelations 2 в которой крайне желательно бегать с другом да блин мы еще на заре индустрии сидели вдвоем за одной консолью в Double Dragon и Battletoads кидались ящиками в Чип и Дейл или дрались в черепашках ниндзя как вы наверно уже поняли я кооп люблю и постоянно жду новых игр заточенных под этот режим и студия Hazelight сполна наградила меня за ожидания своим новым проектом A Way Out согласитесь что его анонс был одним из самых ярких моментов на прошлое 3 особенно среди всей остальной линейки я именно он смотрелся как глоток свежего воздуха а потом пошли совсем уж неожиданные заявления что игра исключительно кооперативный одиночный режим не предусмотрен ни в каком виде что вдвоем в нее можно будет играть даже с одной приобретенной копии что стоит она будет не фул прайс что прохождение займет часов 6 и что Оскар идет нахуй И нигде нам не соврали разве что в названии слукавили ведь сперва можно было подумать что это будет как первый сезон Prison Break где большую часть времени мы будем разрабатывать и воплощать в жизнь план побега из тюрьмы ну еще немного на воле походим по факту же эпизоды за решеткой занимают не более одной трети всей игры персонаж Винсент только прибывает в тюрьму второй герой Лео уже какое-то время там находится видимо за то что заколол кого-то своим длинным носом это шутка я знаю что он сидит за другое это уже слышу как в комменты побежала толпа осведомленных герои знакомятся и на основании общей ненависти к другому человеку решают объединить свои усилия свалить из этого места найти объект ненависти расправиться с ним и большая часть этого пути происходит как раз таки на воле они в застенках потому как 6 часов томиться в заперти было бы не очень увлекательно и за счет смен локации игра получается максимально разнообразной даже в геймплейном плане хотя в основе то ее лежит трехкнопочное управление практически полное отсутствие челленджа на самом деле по большей степени это интерактивное кино на двоих но свою функцию она отлично выполняет за счет харизматичных героев отличающихся своими типажами за счет круто поставленных сцен за счет постоянной смены места действия и честно не хочу вам вообще ничего рассказывать из второй половины игры ты из первой по минимуму просто потому что эффект от случающихся перемен будет уже не тем но все же надо я понимаю поэтому постараюсь крайне абстрактно и аккуратно это сделать игра разбивается на отдельные этапы в каких-то мы просто проводим время и осматриваем территорию в других мы по очереди участвуем в квик-тайм ивентах где-то комбинируем свои действия чтобы решать головоломки не очень сложные в другие моменты стыл сим тоже без хардкора а потом внезапно можем сесть за руль тачки или на весла в лодке главное что все эти сцены просты и не затянуты поэтому не напрягают сложностью и не раздражают продолжительностью помимо важных для прохождения вещей на уровнях раскидано просто огромнейшее количество интерактивных объектов чисто для прикола например пианинка на которой можно полобать или детская игрушка в которой можно посоревноваться помыть посуду примерить шапку покидать подковы да и хватит перечислять поверьте там еще очень много всего и самое главное что игра умудряется грамотно распределять активные элементы между персонажами примером тому может быть сцена настройки где экшен этапы чередуются между игроками или просто великолепный эпизод в больнице который ко всему прочему еще и срежиссирован топово и за счет такого постоянного чередования элементов переходов из комедии в драму и снова в комедию за счет интер текстуальности и постоянных отсылок ты даже не самый изочеренный отшлифованный сюжет воспринимаешь на ура на постоянное наличие товарища на связи не отвлекает от происходящего не превращает все в каламбур и наоборот заставляет вжиться в своих протагонистов и переговариваться отыгрывая роль своего героя в итоге игра ощущается как яркая вспышка проходится за один или два захода не проседая в динамике развлекая обоих участников действия а после своего завершения оставляет под мощным эмоциональным впечатлением и правда я не хочу вдаваться в конкретику если вы знаете меня то я всегда высоко оцениваю игры которые тебя удивляют и не используют заезженные схемы не боятся экспериментировать именно о таких играх ты помнишь дольше всего resident evil 7 мир автомата zero escape палка истины d4 не знаю зачем я их перечисляю но вот away out со всей дури несется прямо в этот список но не думайте что я хочу сказать мол игра идеальна нет 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 она не такая в ней встречаются не очень хорошие элементы над которыми стоило бы поработать визуальная часть не подкачала да не фотореализм но пойдет а вот анимация это уже дело болезненное в ней чувствуется какая-то топорность какие-то роботоподобные движения иногда она ускоряется или очень резко обрывается и переходит из одной в другую это конечно бросается в глаза еще с технической стороны не радует сетевой код во-первых задержка бывает существенной что не так и страшно ввиду простоты геймплея хотя для кого-то и это может стать минусом а вот во-вторых уже серьезнее случаются внезапные разрывы соединения иногда приводящие к вылету в главное меню кто-то скажет что у нас просто плохие провайдеры но я с этим же человеком играл в монстр хантер и там все всегда было гладко на фоне всей игры еще ярко выделяется сцена с мотоциклами и какой-то неправильный баланс сложности в ней ну правда до этого момента ни разу не умирали а тут прям подряд раз 7 8 и напоследок очень странное геймдизайнерское решение по субтитрам дело в том что фразы каждого из героев подписываются под его частью экрана из-за чего в диалогах приходится постоянно вертеть головой туда-сюда что мешает восприятию и отвлекает непосредственно от игрового процесса хотя если честно на все это закрываешь глаза ввиду общего высокого уровня всех остальных элементов но вообще самое удивительное это даже не качество самой игры все-таки от разработчиков бразерса тейлса в тусан с другого и не ждешь а то как эти разработчики ведут себя по отношению к игрокам все мы помним скандалы прошлого года связанные с издательством electronic arts про лутбоксы в battlefront и микротранзакции в need for speed тем удивительнее видеть что away out выходит под их финансовым покровительством как заявил глава hazelite электроники не имели никакого влияния на разработку и не могли навязывать свои идеи и исправления а все деньги что удастся заработать на этой игре отправиться непосредственно студии разработчику а не издателю и не знаю каким образом этот томми войсот игровой индустрии пролоббировал подобные условия но факт остается фактом по крайней мере никаких опровержений этим заявлением не было в том году все говорили что надо наказать electronic arts рублем и не покупать battlefront 2 так вот это работает и в обратную сторону до прибыли свои аут они не получат но как минимум увидят цифры поэтому если у вас еще стоял вопрос о том стоит покупать игру или нет то вот вам ответ прямо сейчас вы можете наглядно показать забредшим нефтедебри издателям какие игры вы хотите видеть какие игры вы готовы поддерживать игры которые приносят новые веяния и экспериментируют с подачей игры которые сделаны с душой игры которые максимально нацелены на удовлетворение игрока а не на попытки залезть ему в кошелек не full price без необходимости покупки второй копии бесплатных dlc без микротранзакций без лутбоксов без внутриигровых бонусов за предзаказ просто цельный законченный проект заодно только смелость разработчики из хайзлайт достойны наивысшей оценки но даже если закрыть глаза на эти факты то вы аут все равно останется отличной игрой пускай и не до конца отшлифованной но сделанной с той самой пресловутой и неосязаемой душой про которую все постоянно пишут и честно я бы даже советовал вам купить вторую копию они пользоваться щедростью разрабов потому что ну не выбить ачивки там потому что если они к вам лицом повернулись то и вы их поддержите по максимуму м м м м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok